Здравствуйте, приветствую вас на канале Креселбург. Сегодня мы расскажем, что же подобрать после автолюльки. То есть, какое автокресло выбрать и какие они бывают. Смотрите, бывают автокресла, скажем так, если самое недорогое смотреть, это кресло будет универсальное, что-то вот такого плана. Подходят они как раз для детей от месяцев, скажем так, 9-ти от года. И в основном они универсальные, то есть до 36 килограмм. Перевозить в них можно, но спать ребенок, к сожалению, здесь не сможет, потому что оно никак не регулируется, оно широкое, а ребенок утонет. Лучше рассматривать автокресла с наклоном. Цена будет отличаться не сильно, буквально 10-15% вы переплачиваете, но, во-первых, здесь уже будет независимый угол наклона, то есть ребенок сможет спать, более надежная фиксация в автомобиле, и, соответственно, форма более анатомически правильная. То есть нагрузки на ребенка не будет. Ну и, конечно же, качество пластика будет совсем другое. Этих моделей хватает примерно лет до 4. Если рассматривать что-то более безопасное, конечно, нужно смотреть, чтобы у кресла, во-первых, была боковая защита, фиксация головы, то есть подголовник. Опять же, двойная система крепления бывает у моделей. Вот у более бюджетных кресел, которые с наклоном, здесь вроде есть и наклон, да, и боковины неплохо закрывают, но, опять же, подголовника уже не будет, то есть будет просто подушка. То есть голова у ребенка никак не зафиксирована. У кресел подороже, которые, да, модели, во-первых, здесь уже будет и поддержка головы, да, то есть, видите, вот она фиксация ребенка. У некоторых есть также и двойная система крепления, то есть можно фиксировать как из-за фиксом, так и ремнем. Вот, допустим, как у модели Кенда, и наклон там присутствует, и все. И боковая защита, как она работает, многие думают, что бесполезная вещь, но на самом деле она минимализирует расстояние между дверью и креслом, при боковом ударе снижает нагрузку. Опять же, у многих возникает вопрос, что лучше купить, кресло с из-за фиксом или кресло без из-за фикса. Если мы рассматриваем автокресло до 18 кг, да, до 3-4 лет, в принципе, из-за фикс здесь роли никакой не сыграет, то есть по безопасности он лучше не будет. Почему? Потому что ребенок фиксируется у нас ремнями пятиточечными, да, на протяжении всего времени использования автокресла. А штатный ремень держит непосредственно кресло само, то есть фиксируются они на ремень очень неплохо. Если мы рассматриваем автокресла уже выше 18 кг, то есть там до 25, либо до 36 кг, конечно же здесь лучше смотреть кресло либо с системой из-за фикс, либо с двойной системой, то есть и так, и так, чтобы можно фиксировать. Почему? Потому что вот эти внутренние ремешки после 18 кг, ну опять же рекомендовано их снимать после 15, мы их полностью убираем и фиксируем ребенка уже штатным ремнем. Соответственно, если кресло без из-за фикса, ремень будет держать и ребенка, и кресло. То есть в экстренной ситуации, либо не дай бог ДТП, оно по инерции поедет вперед, так как не зафиксировано, и дополнительно даст нагрузку на грудную область ребенка. Когда есть из-за фикс, оно уже никуда не покатится, не поедет, то есть кресло будет стоять на месте, отдельно держать непосредственно автокресло, а ребенка уже держит штатный ремень. То есть вот такой вот нюанс. Конечно же мы рекомендуем после автолюльки как минимум смотреть кресла с наклоном, чтобы ребенок мог спать. В плане ценовой категории разбег очень, скажем так, большой, можно как до 5000 рублей там приобрести, до 10, до 20, выше, выше, выше. Вот так вот немного рассказали вам про автокресла. Находимся мы в городе Красноярск. По городу у нас действует бесплатная доставка по всей России. Отправляем любой удобный для вас транспортный компания. Если какие-то есть вопросы или по автокреслам, допустим, что-то вам непонятно, пишите, звоните, подскажем, сориентируем.